Обнаружение, фиксация и изъятие улик на месте преступления – основная задача криминалистов. Именно следы, оставленные в момент злодеяния, становятся доказательством вины в суде. Поэтому важно досконально исследовать место преступления. В этом криминалистам помогает специализированная техника. С помощью этих поисковых приборов обнаруживаются взрывные устройства, а также трупы, спрятанные после убийства. Это нелинейный эхолокатор. Можно отыскать любой полупроводниковый предмет. В любом состоянии. Будь то он в рабочем состоянии, будь то он в нерабочем состоянии. Данным прибором на глубине до 5 метров в земле и более даже в воде можно обнаружить аппарат сотовой связи, который находился при потерпевшем в момент его исчезновения и был захоронен вместе с ним. И потом найти сам труп. С таким чемоданом криминалисты выезжают на место. Для каждого вида преступления свой набор. Фотоаппараты также незаменимая вещь в работе. Это специальный объектив для производства 3D-фотографирования на местах происшествий. Эта часть одевается на объектив фотоаппарата. Обычно это выдвигается, направляется это в верхнюю часть помещения, фотографируется один на единственный раз. И потом направляется это в пол, фотографируется второй раз. Все помещение, которое есть, оно отображается на двух фотоснимках. Программа автоматически сшивает это изображение. И можно делать ракурс, ну не то что ракурс, а можно путешествовать по этой комнате, да, не сходя с места. А этот прибор позволяет заглянуть в самые потайные места с помощью встроенной видеокамеры, не подвергая опасности членов следственной группы. С помощью магнита можно вытащить металлические предметы. А вот для того, чтобы найти отпечатки на месте преступления, необязательно посыпать все дактилоскопическим порошком. Достаточно навести тепловизор. Да, на любое место. Сейчас он инсталируется, я покажу. Держится такой отпечаток до восьми часов. А в этом классе проходит занятие по криминалистике. Для юных следователей подготовлены специальные манекены, а также бутафорские раны и кровь. Просто предлагаем следователю прописать эту рану, которая имеется на... На манекен надеваем просто-напросто. Смотрим уже их, скажем так, психологические аспекты. Этот макет сделан сотрудниками отдела вручную. По нему будущие криминалисты учатся описывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Вот, к примеру, убийство произошло в этом доме на втором этаже. А вот и само место происшествия, вот с таким трупом. Если в далекие 60-е годы на Ставрополе работал всего один криминалист, то сейчас в отделе более десятка человек. Вячеслав Ломов пришел в профессию 9 лет назад. За это время он и его коллеги помогли раскрыть самые сложные дела, как, например, убийство семи тельновых. Одной из неопровержимых улик стала собачья шерсть, найденная криминалистами. Сумка, в которую складывал эти предметы, похищенные предметы, раньше являлась сумкой для перевозки собаки, шарфея. В тот момент, когда ее перевозили, он сильно линял. И вся сумка была покрыта мелкой-мелкой шерстью. При обыске автомобиля преступника была установлена эта шерсть. Самое важное в профессии, признается Вячеслав Ломов, думать головой, никогда не опускать руки и быть внимательным к каждой детали. Ведь даже незначительная мелочь может стать ключиком к раскрытию дела.